Сегодня в программе мы побываем на святой месте Ватикане по случаю торжества святых апостолов Петра и Павла. Мы расскажем вам, почему были добавлены три новые воззвания в летанию к Деве Марии. Кардинал из Нью-Йорка записывает короткие видео, чтобы рассказать людям об основах веры. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Праздник святых апостолов Петра и Павла в Ватикане начался с молитвы Папы Франциска перед могилой первого Папы Римского. Святейший Отец отслужил мессу в присутствии менее ста паломников, которые поддерживали безопасное расстояние между собой. Папа сожалел, что представитель от Патриархата Константинопольского не смог присутствовать, как это принято в этот день. Во время богослужения Папа традиционно благословил палии 54 архиепископов, которых он назначил за последний год. Их представлял кардинал Джованни Батиста Ре, который также получил палий, будучи новым деканом коллегии кардиналов. Он поблагодарил Папу Франциска за прямую трансляцию стольких событий во время карантина и сказал, что это позволило многим чувствовать себя в сопровождении церкви. Я хотел поблагодарить Ваше Святейшество за поддержку, силу и утешение, которые Вы оказали многим людям в мире в этот трудный период. Папа благословил палии. Затем он произнес проповедь, размышляя о святых Петре и Павле. Он говорил о том, что апостолы были очень разные, но вместе служили церкви. Такое единство, сказал Папа, начинается с молитвы. Например, первая христианская община не критиковала святого Петра. Сегодня мы можем спросить себя, защищаем ли мы наше единство молитвой, наше единство в церкви, молимся ли мы друг за друга. Что бы произошло, если бы мы больше молились и меньше критиковали, если бы наши слова были более уравновешенными. Папа Франциск сказал, что молитва дает надежду и поддержку, чтобы продолжать свой путь без пессимизма или бесплодных жалоб. Он снова вспомнил пример первой христианской общины перед лицом преследований Ирода. Никто не оскорблял Ирода. Мы привыкли оскорблять людей, облеченных властью. Это бесполезно и досадно, что христиане тратят время на жалобы, на мир, общество, на все плохое. Мы говорим, но этот правитель, и за этим следует много критики. Я не буду сейчас произносить, потому что сейчас не время и не место повторять то, что говорят о политиках. Пусть Бог их судит, но давайте помолимся за правителей. Давайте помолимся, потому что им это нужно. Ватикан выполняет все указания по профилактике распространения коронавируса, действующей в Италии. Одна из таких мер предписывает, чтобы на службе не собиралось более 200 человек, в зависимости от количества мест в храме. На этом богослужении присутствовало лишь 90. Папа Франциск отправил сообщение в Мексику, недавно перенесшую землетрясение силой в 7,5 баллов, которое произошло в городе Оахака. Сильное землетрясение обрушилось на юг Мексики, в результате чего некоторые люди получили множество травм и был нанесен огромный ущерб имуществу. Давайте помолимся за всех них. Братья и сестры, я выражаю вам свою близость. Папа Франциск продолжил катехизу о молитве. На этот раз он размышлял о примере царя Давида. Этот важный персонаж из Ветхого Завета является отражением несогласованности в жизни каждого человека. Однако он также показывает путь к спасению. Давид, будучи святым, молится. Давид, будучи грешником, молится. Давид, преследуемый, молится. Давид, пострадавший, молится. Давид, палач, молится. Это красная нить его жизни. Он человек молитвы. По словам Папы Франциска, молитва облагородила сердце царя Давида и помогла ему покаяться и всегда возвращаться на правильный путь. Он проходит через тысячи жизненных испытаний, хороших или плохих, и всегда молится. Благодарю Тебя, Господи. Боже, мне страшно. Помоги мне, Господи. Прости меня, Господи. Перед завершением общей аудиенции, Святейший Отец попрощался с паломниками, так как в июле он уходит в отпуск. Папа Франциск не покинет Рим в эти жаркие недели, но не будет проводить никаких публичных собраний, кроме молитвы «Ангел Господень» по воскресеньям. По традиции, Папа Франциск отправится в отпуск в июле. Это означает, что он прервет большинство своих встреч, которых в любом случае меньше из-за коронавируса. Тем не менее, он предпочитает оставаться дома в Риме. Он упомянул о том, что уходит в отпуск во время последней общей аудиенции. Мы входим в период отпусков. Несмотря на все меры безопасности, связанные с риском заражения коронавирусом, пусть это время будет мирного отдыха, наслаждения красотой создания и укрепления связи между людьми и Богом. Единственное мероприятие, которое Папа Франциск продолжит проводить, это молитвы «Ангел Господень» по воскресеньям. Он также может принять участие в специальной встрече с мигрантами, которая состоится 8 июля, в годовщину его первой поездки в качестве Папы на остров Лампедуза. Во время молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск сожалел о том, что делегация от патриарха Константинопольского отсутствовала на празднике святых Петра и Павла в Риме. Традиционно делегаты от Православной Церкви в этот день приезжают в Рим, но пандемия помешала им совершить поездку в этом году. Я посылаю духовные объятия нашему дорогому брату-патриарху Варфоломею в надежде, что мы сможем возобновить взаимные визиты как можно скорее. Размышляя о жизни апостола Петра, святейший отец посоветовал верующим сделать шаг вперед в своей вере. Он предложил молиться не только для получения милости, но и для того, чтобы глубже познать Христа. Мы часто обращаемся к нему в трудную минуту, чтобы попросить о помощи. Однако Бог видит дальше и приглашает нас идти дальше, искать не только его дары, но и его самого. Папа Франциск объяснил, что поиск Бога помогает нам осознать потребности близких нам людей. Он сказал, что это помогает отдавать нашу жизнь и время другим. Это относится ко всем, к родителям по отношению к своим детям и к детям по отношению к своим пожилым родителям. Я думаю, что многие пожилые люди покинуты своими семьями, как будто они мусор. Это драма нашего времени, одиночество пожилых людей. Это когда жизнь детей и внуков не становится даром для пожилых людей. Папа также напомнил, что на следующий день после торжества святых апостолов Петра и Павла католическая церковь вспоминает мучеников и жертв преследования Нерона. Они были убиты в том же месте, где сейчас находится Ватикан. В течение следующих семи месяцев именно так будут выглядеть улицы Рима из-за того, что правительство внедряет новый план безопасности движения. Улицы перестраиваются, чтобы обеспечить безопасность путешественников, так как во время дождя дороги становятся скользкими и приводят к автомобильным и мотоциклетным авариям. Мэр Рима Вирджиния Раджи сообщила, что улицы, вымощенные камнем, будут полностью отремонтированы, что подразумевает восстановление систем отвода дождевой воды и адаптацию систем канализации. Но прежде чем это произойдёт, все камни должны быть убраны. Мы убрали все камни, чтобы переделать тротуар. Мы укрепляем дорогу снизу, а затем перекладываем каждый булыжник. Мы положим их туда же, откуда мы их взяли. Работы ведутся на пьяце Венеция, пьяце Сан-Марку и Виадар-Куэлли, что соответствует новым остановкам римского метро по ветке Чим. На дороге есть дыры, поэтому мы все исправляем. Конечный продукт, безусловно, будет лучше, чем сейчас. Многие римляне недовольны проектом. Конечно, это улучшение города, которое поможет движению транспорта, особенно потому, что в Риме много скутеров, мотоциклов и велосипедов. Это поможет тем, кто живёт в Риме, работает и передвигается каждый день. Вымощенные улицы – это кусочек римской истории. С эстетической точки зрения булыжник хорош, но когда идёт дождь, он не похож на асфальт. На улицах, сделанных из камней, люди могут поскользнуться. Вот почему был разработан этот проект с целью обезопасить пешеходов, улучшить дренаж на улицах и для поддержания многовековых камней, которые составляют историческую часть города. В 3000 году до н.э. при Хетском царстве, находившемся в современной Турции, дороги были вымощены камнями. Они верой и правдой служили до того момента, как в 20 веке изобрели автомобиль, который потребовал новых материалов, таких как гудрон и асфальт. Смотрите далее. Мы расскажем вам о том, сколько священников умерло в Италии от эпидемии коронавируса. Вы смотрите Ромрепортс для России. Через Литании католическая церковь молится, призывая заступничество святых. Литании при Святой Деве Марии родились в святилище Лурету. Со временем римские первосвященники добавляли различные воззвания ввиду разных исторических моментов. Например, в 1917 году на фоне страданий, вызванных Первой мировой войной, Папа Бенедикт XV добавил обращение «Королева мира». Пий XII добавил «Королева, принятая на небеса», в соответствии с догматом об успении Пресвятой Богородицы. Иоанн Павел II добавил «Мать церкви и королева семей». Литании – это молитвы, которые возникают независимо, без связи с другими молитвами. Папа Лев XIII предложил их и подписал указ, предоставляющий индульгенцию любому, кто молится ими в конце розария. Литания – это тип молитвы, которые мы можем произнести в одиночку или в общине. Недавно Папа Франциск добавил три новых обращения с особенно актуальными посланиями. «Матерь милосердия». Этим Папа Франциск подчеркивает свое сообщение, доставленное в юбилейном году. Однако это обращение восходит к средневековым временам и появляется в молитве «Сальва Регина». Матерь Надежды. Отец Курадо Марджуни объясняет, что это воззвание имеет отношение к текущей пандемии. «В эти трудные времена мы можем столкнуться с мыслями об отчаянии, потому что отчаяние приходит в моменты, когда мы бессильны сделать больше. Призывая Марию как мать Надежды, мы не чувствуем себя настолько отчаявшимися, потому что Пресвятая Дева Мария – это наша мать, и она остается рядом с нами в отчаянные времена». Утешение мигрантов. Этот третий призыв проистекает из одного из основных направлений понтификата Папы Франциском – защиты достоинства мигрантов и беженцев. Так он приглашает верующих быть более осведомленными об этой драме. «Святое семейство было вынуждено эмигрировать, они должны были бежать, они были преследуемыми мигрантами. Пресвятая Мать понимает тех, кто переживает вынужденную эмиграцию». С этими тремя дополнениями к летании Папа Франциск отправляет послание надежды, милости и близости ввиду текущих испытаний, которые он поручает с заботом Пресвятой Матери. «Я не могу завершить эту святую мессу, не вспомнив о священниках». В Великий Четверг Папа попросил помолиться за более чем 60 священников, которые умерли в Италии из-за пандемии коронавируса. По словам журналиста Франческо Андибени, к настоящему моменту умерло более 120 служителей церкви. После врачей они являются второй наиболее пострадавшей от пандемии категории населения в стране. Преклонный возраст сделал их уязвимой группой. Однако Франческо Андибени говорит, что эти смерти также являются доказательством того, что они были священниками, преданными своему народу. Они заразились потому, что были среди своих прихожан, среди своей паства и не были отделены от нее. Хотя они были пожилыми, не все вышли на пенсию. Отец Квадри, 76 лет, был известен как священник мигрантов. В последние 18 лет он отвечал за пастырскую заботу о мигрантах в Милане. Джон Мелис стал священником после смерти своей жены. Он всегда был очень активным в приходе, как до, так и после рукоположения. Ему было 72 года. Также умерли и более молодые священники. Среди них 53-летний Пауло Каминана, который отвечал за молодежное служение в своей епархии. Бергамо на севере Италии стал одним из районов наиболее пострадавших от пандемии. Папа пожертвовал 60 тысяч евро больницам и поговорил с епископом Франческо Бески по телефону. Расстроганный папа хотел быть рядом со всеми нами. Папа пожертвовал 60 тысяч евро. Если на источник средств существования, коронавирус поражает не столько здоровых людей, сколько их кошелек. Вот почему в настоящее время миссионеры миряне из конгрегации миссии Святого Викентия де Поле отправили трех представителей в эту страну. Они помогают отвечать на старые и новые проблемы. С организацией Manus Unidos мы разрабатываем проекты для поддержки 150 уязвимых семей, с которыми мы обычно работаем. Они являются частью наших инициатив и проектов. Мы помогаем женщинам в центрах повышения квалификации, детям в центрах по уходу за детьми, людям, страдающим от проблем психического характера и молодежи, участвующих в программах формирования лидерства. Вирджиния Альфара работает в Лабита. Провинция Бенгела с 2016 года. Она говорит, что число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Анголе ниже, чем первоначально ожидалось. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано менее 90 заболевших. Несмотря на это относительно небольшое число, многие люди испытывают побочные эффекты карантина. Особенно сильно пострадали наемные рабочие и люди, занятые в неформальной экономике. Поэтому местные сообщества активизировали свои усилия, чтобы помогать друг другу, не позволяя впасть в отчаяние. Никто не доедает свой суп, если знает, что человек рядом с ним не ел весь день. Это один из примеров чувства общности, которое характеризует жизнь в Африке и, в частности, в Анголе. Это не огромные инициативы. Вместо этого каждый человек даёт то, что у него есть. Такова обычная щедрость среди этого народа. Но в это чрезвычайное время, я думаю, она становится ещё более очевидной. Миссионеры будут также предоставлять блокноты и карандаши студентам, когда те вернутся в школу. Предположительно, в начале августа. Наша собеседница уверена, что чрезвычайная ситуация даёт возможность реализовать на практике социальную справедливость и солидарность. Мы также получили большую помощь из внешних источников. От церкви в Испании, через Манус Унидас и от многих людей. От вируса все страдают одинаково. Но то, как люди сталкиваются с его последствиями, полностью меняется от одной реальности к другой. Миссионеры-миряне и сообщество Святого Викентия также начали кампанию по сбору денег для помощи уязвимым общинам в Анголе. Взносы в любой сумме можно сделать на их сайте. Когда был продан первый телевизор? А. В 1928 году? Б. В 1935 году? Б. В 1942 году? Выберите правильный ответ. Посмотрите Ром Рекордс. Когда был продан первый телевизор? А. В 1928 году? Б. В 1935 году? В. В 1942 году? Правильный ответ А. Телевизоры вышли на рынок Великобритании в 1928 году. Посмотрите Ром Рекордс для России. Кардинал Тимоти Долан приветствует людей в своем духовном доме экскурсиями по собору Святого Патрика в Нью-Йорке. Он объясняет значение различных пространств внутри католического храма, почему они существуют и их цель. Мы пытаемся помочь вам понять наш дом как церковную миссию. Вы можете многое узнать о вере, если посетите католическую церковь. Архиепископ Нью-Йорка рассказывает посетителям о важности реликвий, святых, свечей и, конечно же, Пресвятой Матери. Как в любом доме есть фотографии мамы и бабушки, в католической церкви всегда будут изображения нашей Пресвятой Матери. Кардинал Долан дальше объясняет, что так же, как дом не может обойтись без кастрюли и сковородок, чтобы приготовить обед, литургия Евхаристии нуждается в особых предметах во время Святой Мессы. Нам нужна чаша, то есть чаша, в которую мы помещаем вино и воду. Это, конечно, станет кровью нашего Господа. Это патена, тарелочка, на которую мы кладем простой хлеб, который станет телом Христовым во время Евхаристии. Патена за алтарем обычно находится дароносица. И маленькие священные сосуды, хранящиеся в маленькие обладки, которые станут телом Христовым для раздачи верующим. Кардинал даже дает пошаговые инструкции для того, чтобы пойти на исповедь. Он показывает исповедальню изнутри и рассказывает, как подготовиться к таинству, которого многие боятся. Первым делом нужно зайти в исповедальню, если вы хотите исповедоваться, на что я очень надеюсь. Кстати, было бы хорошо, если бы мы исповедовались в церкви, по крайней мере, каждые три или четыре месяца. Здесь кающийся будет исповедовать свои грехи священнику, который представляет божественное милосердие Иисуса. Он также показывает это таинство с точки зрения священника. Вот здесь находится священник. Видите винный погреб и джакузи. Я, конечно, так шучу. Священник вот здесь. Конечно, это анонимно, всегда конфетенциально. Тайна исповеди священна. Его чувство юмора делает эти короткие видео занятными для всех возрастов. Будь то преданный католик, просто любопытствующий, или возвращающийся домой блудный сын после периода, проведенного вне церкви. Его зовут Джорджи. Он родился 51 год назад с церебральным параличом. Он не может говорить, но он придумывает творческие способы общения, используя этот кусок картона полный букв. Он рассказывает о том, что когда ему было 21, Бог говорил с ним, но этого он больше не делает. Вот почему он просит Майдар сопровождать его в храм Лурда, где надеется снова встретиться с Богом. Это становится возможностью для обоих. Для Майдар это урок о том, что значит верить в то, что невидимо. А для Джорджи это шанс построить новую дружбу. Таким образом, история становится дебютной работой для Майдар Фернандес, режиссера и учителя. Это история о вере, но прежде всего о словах и общении. Не только как способе понять друг друга, но и как способе обнять, защитить и сопровождать друг друга. Премьера фильма состоится 10 июля в кинотеатрах Испании. Создатели фильма надеются, что он доберется до Латинской Америки и Соединенных Штатов. Этим новым музыкальным видео рок-группа «Голос пустыни» приглашает верующих доверять Богу в разгар пандемии. Это хорошее время, чтобы открыть наши сердца, осознать, что Бог хочет заполнить все те пустоты, которые в нас есть, чтобы наполнить их определенным смыслом, что было бы невозможно без него. Гитары, электрический бас, пианино и даже барабаны присоединяются к голосам группы. Музыкальный коллектив был основан более 15 лет назад в Мадриде с очень конкретным посланием. Мы делаем это ради евангелизации, осознавая наше призвание провозглашать того, кто спасает. Мы никого не спасаем, мы провозглашаем Иисуса. Иисус Христос единственный, кто может спасти нас, кто может наполнить наши сердца миром и радостью. Каждый участник группы, также известный как рок-священники, записал песню в закрытом помещении, не выходя из дома. Во время пандемии участники группы ищут новые способы помощи и связи, например, через свои социальные сети. У нас есть интервью, концерт и молитва, которые проводит Дани. Наш певец обычно берет интервью у известного певца в социальных сетях. Он спрашивает, как они живут в условиях пандемии. Они вместе играют, поют, делятся опытом о том, как пережить эту пандемию в свете Бога. Они также дают возможность участвовать в мессе, молитве Розария и в адорации. Этот опыт уже принес большие плоды. На днях, когда я уже хотел нажать кнопку, чтобы начать прямую трансляцию богослужения в моем приходе, ко мне подошла женщина в маске и заговорила со мной, поддерживая социальную дистанцию. Я не видел ее во время пандемии, и она говорит мне, спасибо, отец, за то, что вы каждый день общались со мной и молились в молитве святого Розария. Духовное общение, хотя мы не могли приблизиться к таинствам, было поводом для моей надежды. В группе пришлось отменить свои концерты в Испании в конце этого года и их августовский тур по Соединенным Штатам. Тем не менее, они готовятся сделать большой онлайн-концерт очень скоро. Смотрите в следующей программе. Папа Франциск отправится в отпуск в июле. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Субтитры создавал DimaTorzok